МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь4. И всех событий уходящих 7 дней мы выделяем главные, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте. Открытие новых производств и улучшение экономического положения проблемных предприятий. Эти вопросы участники информационно-пропагандистской группы обсуждали в Рогачеве на встрече с населением. Гомель готовится отметить юбилей. Подробностями праздничной программы поинтересовались наши корреспонденты. Особо опасные дороги. Гомельским инспекторам проводить анализ причин аварии помогает новая компьютерная программа. Лучшие декламаторы страны. Школьницы из Жлобина стали победителями республиканского конкурса чтецов. Какой была неделя из жизни Гомельской области расскажем в ближайшие 26 минут. Открытие новых производств и улучшение экономического состояния проблемных предприятий. Эти вопросы обсуждали в Рогачеве, где побывали участники республиканской информационно-пропагандистской группы во главе с председателем Белтеля радиокомпании Геннадием Давыдько. Чтобы Рогачевский район успешно развивался, нужно создавать здесь новые производства. Разумеется, люди более зрелого возраста вряд ли покинут родные места. А вот легкая на подъем молодежь часто отправляется на поиск лучшей жизни в другие районы. Выход – создание новых производств. И для этого нужны инвесторы. В этом вопросе здесь надеются на помощь СЭС Гомель-Ратон. Руководство района делится и достижениями. К ним можно отнести появление на рынке крупных производителей в пищевой сфере. Очень активно заходят именно торговые организации. Очень большая конкуренция именно по торговле общепиту. Сегодня у нас приобретено и готовы к строительству две такие серьезные организации, скажем, как «Молочное кружево» и «Санта-Бремор». То есть они уже купили с акционов земельного участка. В принципе, довольно дорого. Ну, для района это хорошо по дополнению бюджета. И они готовы еще строить дополнительные торговые площади. Одно из слабых звеньев района предприятие «Альтаир». В его структуре 16 торговых объектов и 15 объектов общественного питания. На них работает около 300 человек. В последние годы предприятие перешло в разряд убыточных. Например, за 6 месяцев этого года убытки составили около 15 тысяч рублей. Объем товарооборота по сравнению с 2016 снизился наполовину. Причину видят в дефиците оборотных средств. Выход руководства района и предприятия нашли вместе. Уже к концу года новый комплекс мер поможет, если не работать с прибылью, то хотя бы выйти из минуса. Для этого часть объектов продадут с аукциона, несколько передадут в аренду. С сохранением их профиля и рабочих мест. Стараемся мы сейчас отдаем, что можно, какие-то магазины в аренду, чтобы, естественно, купить на эти деньги какой-то товар, чтобы была реализация, чтобы были деньги на дальнейшую закупку товаров. И, конечно, на встрече в Рогачеве обсуждали новости медиапространства. Проекты государственных телеканалов, законодательную инициативу, призванную оградить детей и молодежь от вредного влияния определенного контента в интернете. Шла речь и непосредственно о Рогачевском районе, его насущных проблемах и поиске способов возродить эти места и сделать их привлекательными для жизни. Самая главная проблема, на мой взгляд, это реальная проблема, демографическая проблема. Потому что сегодня говорили о том, что 30 лет назад чуть ли не в два раза больше здесь было людей. Понятно, Чернобыль, понятно, еще другие тенденции. Но в таком прекрасном раю должно жить больше народу. Есть ряд мероприятий, которые позволяют эту мечту осуществить, чтобы здесь в этом красивом месте жило больше народа. Но есть ряд решений на разных уровнях, которые все-таки работают на то, чтобы люди отсюда уезжали в том числе. Здесь необходимо развивать какие-то рабочие места. Самая главная проблема, еще раз повторюсь, чтобы сюда, в это чудесное место, приехало как можно больше людей. Или родилось как можно больше людей. Такие встречи, живые, непротокольные, призваны помочь взглянуть на проблемы свежим взглядом. И вспомнить, что главное в любой жизненной ситуации то, как к ней относится человек. А еще, что вместе легче решать даже самые сложные задачи. А сейчас подробности других важных событий недели в традиционном обзоре от Службы новостей. Объем произведенной плодовочной продукции в Беларуси в этом году позволит полностью обеспечить потребности потребителей. Об этом сообщил журналистам заместитель премьер-министра страны Михаил Русы. Он принял участие в рабочей встрече по вопросам производства и поставки в торговые сети овощей и фруктов в открытом акционерном обществе «Комбинат Восток». Михаил Русы особо подчеркнул, что всплеска цен на плодовочную продукцию нет и быть не должно. К слову, объем закладки фруктов в стабилизационные фонды в Гомельской области увеличат на 11%. На межсезонный период заложат более 1 тысячи тонн. На хранение планируют отправить также картофель, капусту, морковь и свеклу. Стабилизационные фонды создаются для того, чтобы с ноября по май обеспечить бесперебойное поступление товаров в торговую сеть и социальные учреждения. Белорусскому республиканскому союзу молодежи исполнилось 15 лет. В нашем регионе молодежная организация объединяет около 80 тысяч человек. Они могут проявить себя в творческих, научных и благотворительных проектах. Среди главных достижений Гомельского областного комитета БРСМ – развитие студотрядовского движения. Этим летом в составе студенческих отрядов работало более полутора тысяч человек. Новобелец отметила свое 240-летие. До 1777 года здесь была заболоченная местность со всего двумя подворьями. Сейчас это один из наиболее динамично развивающихся районов областного центра. Здесь расположены крупные промышленные предприятия, учреждения здравоохранения и образования. Праздничные гуляния начались с театрализованного парада шествия по улице Ильича. Основной площадкой проведения торжеств стала зона отдыха пруды. К другим темам выпуска. 267 зарегистрированных ДТП и 50 погибших. Такова печальная статистика происшествий на дорогах области за 8 месяцев. Для того, чтобы исправить положение, необходим глубокий анализ причин аварии. В этом гомельским инспекторам должна помочь новая компьютерная программа. Возможности отечественной разработки оценил Алексей Немкевич. Несмотря на то, что сейчас не час пик, дороги в Гомеле свободными не назовешь. Это неудивительно. 558 тысяч единиц автотранспорта зарегистрированы в регионе. Из них третья часть приходится на областной центр. Эта цифра постоянно растет. Причем такая ситуация характерна для всей страны. Так, в 2000 году легковых автомобилей в Беларуси насчитывалось 1 миллион 356 тысяч. Через 5 лет их уже 1 миллион 737 тысяч. А в прошлом году, по данным Белстата, без малого – 3 миллиона. С таким количеством машин растет вероятность ДТП. Вся статистика по которым заносится в специальный архив. Для работы с ним и анализом причин аварии в Гомеле создали уникальную программу. Единственная в своем роде, она позволяет искать очаги аварийности. Мы можем посмотреть наиболее аварийные и опасные места уличной дорожной сети города Гомеля. Вот получается у нас Речицкий проспект. Где у нас виден створам более красный. Это наиболее сложное место. Мы можем просмотреть, с чем это было связано. На основании этих данных сотрудники ГАИ определяют наиболее аварийные места в городе. Именно туда отправляются экипажи ДПС. Кроме того, программа помогает в организации дорожного движения. Например, на какой улице лучше установить светофор или разместить подземный переход. Введено в эксплуатацию три подземных пешеходных перехода. Улица Барыкина в районе кинотеатра «Октябрь». На улице Барыкина в районе третьей школы. На улице Интернациональной в приближении с пересечением улицы Фрунца. По словам разработчиков, программа нуждается в доработке. И в перспективе она будет делать ежедневный анализ ситуации на дорогах. Но уже сейчас, благодаря ей, ГАИ пересмотрела режим работы светофоров. Перемены должны оценить водители. Красный во всех направлениях. Нововведение на гомельских улицах. Три секунды красный горит для всех. Это сделано для того, чтобы те, кто не успел проехать перекресток, могли завершить маневр. Однако главной задачей остается безопасность пешеходов. Ведь самая распространенная ДТП – наезд на пешеходов. Этот пешеходный переход на Советской не зря считался опасным. Водители постоянно превышали скорость движения и, как следствие, 4 человека под колесами автомобилей. Проблему решила установка датчика скорости. Такой способ считается одним из самых эффективных. Ведь факт нарушения бьет по кошельку водителя. Стопка извещений о штрафах усмирит даже самых отъявленных лихачей. В местах концентрации ДТП, где причиной являлась именно скорость, мы устанавливаем мобильные датчики контроля скорости. Для того, чтобы водители снижали скорость и проезжали безопасно этот участок. В настоящее время в Гомельской области функционируют 4 мобильных датчика, которые постоянно меняют свое местоположение. По статистике, осенью ДТП совершается больше. Из-за плохой видимости водитель не замечает переходящего дорогу, либо реагирует на него слишком поздно. В такой ситуации жизнь пешеходу может спасти обычный фликер. Алексей Немкевич, Александр Харлампов, телерадиокомпания «Гомель». Гомельский писатель Василий Ткачев признан лучшим драматургом по итогам 2016 года. Победители республиканского конкурса «Национальная литературная премия» чествовали в Полоцке. Победу нашему литератору принес сборник пьес под названием «Характеры». На творческом счету у Василия Ткачева книги для детей и взрослых. Он работает в жанрах сатиры юмора, а также публицистики. Спектакли по его пьесам ставились в том числе и за пределами Беларуси. В Полоцке отмечены и совсем юные жительницы нашего региона. Три жлобинские школьницы стали победительницами республиканского конкурса юных чтецов «Живая классика». С талантливыми детьми встретились наши корреспонденты. В начальной школе номер два города Жлобина сегодня 374 учащиеся и 36 педагогов. 16 классов с первого по четвертый. В отличие от среднеобразовательных школ, здесь все проще и даже скорее по-семейному. Местная администрация видит в этом исключительно плюсы. Плюс начальной школы, конечно же, это в том, что здесь царит особая атмосфера. Атмосфера добра, доброжелательности. Здесь нет старших учеников, которые могут даже ненароком, нечаянно обидеть младших. Успех одного в таком коллективе быстро становится победой всех. О том, что ученица четвертого А-класса Дарья Хоменко победила на областном конкурсе юных чтецов и теперь представит регион на республиканском уровне, знали все. Для своего выступления девочка вместе с классным руководителем выбрала басню Кондрата Крапивы «Дед и баба». Во-первых, она веселая, а во-вторых, позволяет максимально раскрыть актерские способности. Кинь, дарена, я бы сгоню, дед тут бабе кажа. Ты поможешь так коню, як хворобе кашель. Ах, ты ж, елупень стары, баба дедалая, ста же тут хоть ты с горы. Мне беда, малая. Потом, хоп, я нас, колес. Села ля дороги, а коня, як чёрт понёс, дзя взялись ей ноги. В остановах часам ёсть, вось такие ж бабы. Сдыцца робить я ништось, але справы слабы. Так такая нюця че, скажем ёй нареште. Мо б без вас было б лягчай, вас пробуйте злезьте. Классный руководитель 4-го А, Татьяна Огаркова, уверена, что все 24 ученика её класса талантливы. Главное, помочь им этот талант раскрыть. Четырёх лет, в течение которых дети находятся в этом учреждении, вполне достаточно. И пример Дарьи Хоменко этому ещё одно подтверждение. Раньше Даша никогда не ходила в творческие кружки и нигде не выступала. Теперь же она не просто старательная и ответственная, общительная и дружелюбная, но ещё и творческая. Любит петь, танцевать, посещает объединения по интересам и исполняет главные роли в школьных спектаклях. Они у меня и поют, и танцуют, и декламируют стихи. Любовь с белорусской мое, вообще я прививала им с первого класса, мы проводили такие белорусские обряды, как вечерки, букани, весны. И поэтому дети имеют возможность у меня показать где-то свой талант. В 13-й Жлобинской средней школе к наградам уже привыкли. К концу учебного года практически вся стена первого этажа в стендах, посвящённых победителям различных соревнований. Однако Ульяна Широка и Лиза Титова в этом году первые, кто привёз диплом с конкурса республиканского уровня. Для исполнения девочки выбрали балладу Анатолия Вертинского «Плач спаленной вёски». Название говорит само за себя. Это произведение о людях, погибших от рук карателей. Хотели бы сказать мы вам добрые слова, да ворох лютый позбавил нас мовы. Не вымолить словцы, безмолвные все мы. Всё нема, всё нема, уй, всё нема. Не можем проведить, не можем проводить, не мы на селе тени наши ходить. Ни бачить, ни чуть, ни слова сказать мы не устанем. Мы попелом стали. Мы попелом стали. Мы попелом стали. Ульяна Широкая и Лиза Титова признаются, что любят читать литературу о войне. Не в последнюю очередь по этой причине и выбрали на конкурс чтецов такое произведение. Говорят, немного жаль, что смогли занять только второе место. Хотя, учитывая уровень других исполнителей, и это тоже победа. Действительно, там очень достойные соперники. Все дети очень хорошо рассказывают. Действительно, все таланты Белоруссии. Но раз мы прошли финал, значит, мы были чего-то достойны. Мы прошли финал, и считается, что мы уже победители. Алексей Нсюров, Ольга Коновалова, Валерий Гопанько. Телерадиокомпания «Гумель». Новости недели из Жлобина. Вы смотрите «Новости недели». В ближайшие несколько минут мы расскажем, где будут выпускать новый пармезан для настоящих гурманов, чему учатся в Гомеле студенты из Германии и почему сотни верующих каждый год 9 сентября приезжает в Свято-Покровский храм в деревне Корма Добружского района. Чем дольше сыр созревает, тем лучше его вкус. На Рогачевском молочноконсервном комбинате готовятся к реализации пармезана со сроком созревания 12 месяцев. До сих пор в торговую сеть поступали сыры, на производство которых нужно было времени вдвое, а то и втрое меньше. Попробовать новый сыр гурманы смогут уже в этом году. В ГГУ имени Франциска Скорина приступили к занятиям студенты из Германии. В течение нескольких недель они прослушают курс лекций по радиационной и экологической безопасности, а также посетят территории, которые пострадали в результате Чернобыльской катастрофы. К слову, сегодня в ВУЗе учатся более 700 иностранных студентов из почти 20 стран мира, в том числе Испании, Италии и Израиля. Праздник для воспитанников у Луковской вспомогательной школы-интерната организовали областная организация Красного Креста и объединение ресторанных дворик. В одном из ресторанов Гомеля детей угощали вкусностями. Попробовать новые для себя блюда и поучаствовать в шоу с клоунами пригласили 20 детей-сирот. Для ребят это не просто яркое впечатление, но еще и возможность социализации в современном обществе. Ежегодно 9 сентября сотни православных верующих посещают Свято-Покровский храм в деревне Карма Добуржского района. В этот день здесь проходят торжественные богослужения, посвященные памяти святого Иоанна Кармянского. Простой деревенский пастырь из белорусской глубинки всю свою земную жизнь посвятил служению Господу и ближним. Спустя 80 лет после смерти Иоанна Кармянского его мощи были обретены нетленными. Гомель готовится отметить свое 875-летие. Сейчас в областном центре ведутся активные репетиции праздника. Юбилейное шоу обещает быть по-особенному масштабным, ярким и зрелищным. Культурно-развлекательная программа развернется как в центральной части города, так и во всех его районах. Более подробно о предстоящем празднике в репортаже наших корреспондентов. Одно из первых зрелищных мероприятий, посвященных Дню города, пройдет в пятницу 15 сентября в Гомельском государственном цирке. На арене развернется красочное сценическое действие, которое расскажет об истории образования города над Сожем и в вехах его развития. О великом народном подвиге его жителей в годы Великой Отечественной войны и о современных достижениях. То радует, что, и это здорово, что сам цирк, арена, она располагает так, чтобы световые эффекты, они были полностью погружены нашим взглядом. И наши зрители, гости, вот это созерцали, видели вокруг, что происходит вот это все действо. В этом вся, конечно, прелесть. Прелесть в том, что будет видеоматериал показан не только на стенах, но и на потолке. И это будет как бы дополнять сюжетную линию этой программы. Официальная церемония открытия дня города предстанет в виде музыкально-театрализованного пролога «Гомеле-юбилейный» в субботу 16 сентября. Основная панорама праздничных мероприятий будет сконцентрирована в центральной части города. Традиционно отрезок улицы Советской от площади Восстания до площади Ленина станет пешеходным. На Киевском спуске и по всему периметру набережной реки Сож развернутся тематические выставочные площадки, учреждения образования и средств массовой информации. Посетителей всех возрастов здесь ждет масса интересных занятий на любой вкус. Оригинальный сюрприз подготовят для гостей праздника и на площади Ленина. Здесь развернется концертно-театрализованная программа, где будут задействованы предприятия и организации, которые в этом году вместе с областным центром празднуют свои юбилеи. Музыкальное сопровождение этого грандиозного шоу обеспечит Гомельская областная филармония, которая, к слову, отметила свое 50-летие. Сейчас в учреждении культуры идут активные репетиции предстоящего творческого эксперимента. В нем прозвучат мелодии разных эпох и стилей в исполнении эстрадно-симфонического оркестра филармонии. Воплощать в жизни этот юбилейный музыкальный калейдоскоп эстрадно-симфонический оркестр областной филармонии будет совместно с талантливыми гомельскими и столичными артистами. Очень интересное театрально-зрелищное мероприятие, в котором будут принимать участие не только солисты оркестра, не только наши гомельские артисты, но и приглашенные звезды из Минска. Я в частности знаю, что приедет Анатолий Ермоненко и многие другие, с кем за свою творческую жизнь оркестр сотрудничал. Так что я думаю, что всех зрителей ждет очень увлекательное зрелище. Но всех планов я раскрывать пока не буду, чтобы у людей осталась интрига. Пускай они приходят и с удовольствием посмотрят то представление, которое мы готовим. Хореографическое полотно концертно-театрализованной программы будет состоять как из профессиональных коллективов, так и представителей предприятий и организаций юбиляров. К примеру, сотрудники областной госавтоинспекции, которая отметила 80-летие, сейчас оттачивают различные танцевальные элементы, чтобы блеснуть своим мастерством уже на празднике. ПЕСНЯ 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 Новшеством этого года станет фестиваль винограда, который впервые пройдет в Гомеле. Инициатором проведения этого нового для региона мероприятия выступил клуб «Виноград Гомельщины», работающий при городском центре культуры. Его участники – около 30 профессиональных и начинающих виноградарей. Во время фестиваля посетители смогут узнать много интересного о выращивании винограда в условиях белорусского климата, увидеть разнообразие его сортов и гибридных форм и принятие участия в определении лучших виноградарей нашей области. ПЕСНЯ Достаточно много номинаций, и я думаю, что все участники выставки каким-то образом будут отмечены организаторами выставки и клубом в целом. На День города в сквере имени Громыка будет организованный фестиваль уличного искусства на одной волне. Почувствовать вдохновенную атмосферу здесь можно будет в мелодиях уличных музыкантов, талантливых выступлениях представителей субкультур и артистов любительских театров. Ощущения невероятные. Когда идешь по улицам, где происходит фестиваль, улицы оживают. На улицы выходят талантливые люди, творческие. Им есть что показать. Вот мы решили, что в Гомеле тоже много таких людей, коллективов, которые тоже готовы что-то показать. Поэтому 16 сентября в скверике Громыка можно будет увидеть музыкантов, можно увидеть театры, танцоров, которые в свободном формате будут представить свое творчество Гомелю. После обеденное время, 16 сентября, интересная культурно-развлекательная программа со своими особенностями и изюминками будет организована в каждом районе Гомеля. К слову, на один день город над Сожем превратится в настоящий мегаполис, удивляя его жителей и гостей разнообразием праздничных мероприятий. Будут тематические площадки. Гомель мастеровой, Гомель спортивный, Гомель цветочный, музыкальный, молодежный, юный. Гомель гастрономический. Мы представим в таком своеобразном формате новым фестиваль еды. Планируется большой комплекс мероприятий, в том числе рассчитанных на разную публику. Это и город мастеров, это и фестиваль уличного искусства, это молодежная площадка с экстремальными видами спорта. Практически по всему центру города развернется несколько площадок для самых маленьких наших жителей. То есть сегодня мы не концентрируем детскую площадку где-то в одном месте. Сегодня есть возможность у родителей занять ребенка практически на территории всех праздничных мероприятий. Пока одни сюрпризы ко дню города находятся в стадии подготовки, другие уже радуют гомельчан. Так на одном из зданий по улице Советская появилась новая праздничная граффити. Автор работы – художник, архитектор-дизайнер Дмитрий Козлюк. В центре граффити – вид на дворцово-парковый ансамбль с высоты птичьего полета. Рядом символика праздника и лозунг на белорусском языке. Это мой подарок городу монументальный на день города 875, который я решил совместно с БРСМ изобразить на стене центральной улицы города Гомеля. Мы видим символику мероприятия самого и слоган на белорусском языке – «Квитней, город над Сожем». Так, чтобы молодежи, возможно, появилось желание разговаривать на родном языке. На праздновании 875-летия Гомеля жителей и гостей города ждет немало удивительных тематических зон, культурно-развлекательных площадок и приятных сюрпризов. Здесь каждый найдет, чем заняться, впечатлиться и вдохновиться. Яркой финальной точкой масштабного юбилейного зрелища станет праздничный фейерверк, который пройдет во всех районах областного центра. Вероника Ворошилина, Наталья Игнатенко, Игорь Морещенко, Валерий Гопанько, Сергей Лукашук. Телерадиокомпания «Гомель» специально для новостей недели. Это были итоги минувших 7 дней. На будущей неделе мы продолжим следить за происходящим, чтобы рассказать главное. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин